Вопрос Александру Трухунову. Вы играли в разных городах. В каком городе запомнились болельщики? Чем запомнились? Какая-нибудь история, связанная с болельщиком? Парец отложил? Да, в каждом городе есть своя традиция. И болельщик, как и в каждом городе, есть свой. Большая армия болельщиков, конечно, в Иркутске. Насколько я помню, в Нижнем тоже всегда, когда мы приезжали, сюда всегда полный стадион был. И даже с другими командами, с Архангельской, с Казани мы приезжали. То есть достаточно большая армия болельщика. У нас вот есть уже 2 мальчика, мы оставим номер, мы можем фан-клуб организовать. У меня тоже 2, если бы уже 4. Закон закончился. Может быть, к ребятам какие-то вопросы есть? А к ребятам какие вопросы? Вот у нас команда, там где лиц, там была, мы всегда помечали, Варя, давай. Потому что это болельщики, не болельщики. Всегда поддерживали команды. И вот я считаю, что команда наша в настоящее время была такой же, сплаченый. Кубатойску вам рассказывает, он вырос, значит это. Желаем вам побед и хорошего места. Спасибо. Вопрос не знает кому, но да там всем. Мы тут некоторые спортивные мероприятия проводили, в флорбол отлично поиграют, в настольный хоккей попытались. Может быть, еще во что-нибудь поиграем, по состязанию, в настольный теннис, например? Да, да. Знаете, я думаю, сейчас не до этого будет. Ну, после сезона. У нас и специалисты в бильярду есть. О, бильярд только, хорошо. Конечно. Наши вратари очень здорово рубятся в этой бильярде. А, да-да-да, мы знаем, знаем, не здесь. Вопрос к вам. Если перспективы очень плохо, как многих мы представляем, то с абсолютной загадкой Италии Косова. Италии Косова практически у него. Интересно, а ваше мнение? А его сильный качество скажите? Я про сильный качество пока ничего не скажу. Человек старается, что-то хочет. Естественно, очень много не получается. Очень. Ну, легкая бильда начала, как говорится. Если это время будет нагнуть до конца, то, я думаю, что-то из него получится. Игрок. А дальше все зависит от него. Продолжаем тему молодых игроков. Так, Сергей Григорьевич, в фонаре клипки попадают в заявку, а что будет? Ну, будет, естественно. Сейчас посмотрим, как еще не видели на большом углу команду юниоров. 93-го года с рождения. Естественно, по регламенту, что заявочные... Замерьте, конечно. Да, на каждой группе. Да. Два игрока должны быть заявлены. Игроки от 92-го года рождения и младше. Пока у нас Андрей Киньки. Был у нас... Где в июле начали три человека. Ну, не выдержали нагрузок. Ну, душе двое выдержали. Уже в красавице. Ну, ладно. Ну, мы просто... Ну, просто... Ну, просто... Ну, просто... Ну, не заяць, пожалуйста. Еще вопрос, можно? К врачу команды, к грибалину команды. Как здоровье у игроков вообще-то? Здоровье. В Иславских совет, пожалуйста. Здоровье. Надеемся, что пригласил такие перспективы по медицинскому... По результатам, на всяком случае, медицинской основы. И с каждым, как говорится, днем, наращивать свои, как говорится, физикальные данные. Думаю, что с такими данными должно быть все в порядке, и показать хорошие результаты и качества. Ну, я вам желаю быть в связи с собой без работы. До свидания. Спасибо. Вопрос Евгений Фрифанов. В одной социальной сети есть ваша фотография с гармонией. Вы владеете этим инструментом? А каким-нибудь другим? Раяль в кустах. Еще вопрос, кто посунул гармон? Смотрите, я не могу, чем он был в состоянии. Сейчас я запрошу. Ну, мать. Ну, вот, просто руководство... Вы не вставайте. Значит, вот у нас появилась сорвание, значит, новый... Организация Сирогель. Которые... Кличит там, позвоночники от позвоночника, все эти... Ушибы, все это. И вот... Такую бы кровать вам приобрести. У нас стоит больше 5 тысяч рублей. Может, вы поговорите? За родином там, с кем? У нас для этой цели уже куплены качели специальные, медицинские. Которые вытягивают при позвоночнике грыжи и ей способствуют нормальной работе позвоночника. Еще больше. Нас уже это есть. У нас за первую службу можно с горами. За секунду. Глазик Григорьевич, еще больше вопрос. Скажите, в тренировке, сколько раз в день вы проходите? Один или два в планете? Но если на стадионе старт мы будем играть, когда зимой ребёнок будет готовый, естественно у нас утренние будут занятия и вечерние. А вечерние мы 5 часов, утренние мы можем где-то 10 в холодильник, а вечерние 5 часов. Здесь у нас нет возможности на стадионе труд, нас только до обеда. Мы тренируемся с полдвенадцать до часа, больше времени нам здесь не дают, к сожалению. Сейчас вот возможно будут даже проблемы, если у нас игры вечером здесь будут. А тренироваться будем днём. Хотел бы, чтобы перед игрой нам хотя бы одну тренировку дали вечернюю, чтобы ребята привыкли к этому свету. Ну, будем проговаривать. На маслы катаем. Давайте купим. На маслы катаем. Петрович, ты, наверное, даст апонемент 30 штук, пускай 5 вечера, опять же, дед. Мы потом так не можем на следующий день левую собрать. Тем более, в гармонии есть уже все. Гармонисты есть. Гармонисты есть. Гармонисты есть. То есть, там, где они грыли, а где же это растяло? Нет, мы поедем с тренадцатого утра на автобусе, чтобы успеть в вечерней тренировке, если, знаете, игра с субботу будет тренадцатым вечером. Мы приедем в Красногорск, вечером тренируемся, переночуем, там будет раскатка, вечером играть после игры, обратно на своем автобусе. А тут именно? После ночи? Если раньше, знаете, мы приезжали в Ленингры, в Красногорск, то сейчас мы будем. То есть, ночевать? Ночевать в гостинице. А с чем это связано? С чем связано? Порачки в зоком, брат. Да. Пора, то есть, как говорится, не то, что пора заканчивать, чтобы на нас ставили рекорды. Знаете, мы в последнее время как-то там играли. То есть, за исключением прошлого года. Ну, мы с тугой, ребят, гораздо больше. Соперник нам, можно сказать, уже по силам. Мы это доказали уже на кубковых играх. Будет доказать серьёзно.